Прекрасный день Аромат дымка. Мы на западном побережье Дании. Здесь километр за километром тянутся прекрасные песчаные пляжи. Они привлекают туристов круглый год. 227 забытых богом ступеней наверх. Клаус Майер. Привет и добро пожаловать в Хвиде Санды, или Белый песок. Это рыбацкая деревня, которую с двух сторон омывает море. С одной стороны раскинулся спокойный фьорд Рингёбинг, с другой – щедрое, но суровое Северное море. Это центр всего. На протяжении веков дары моря питали и обеспечивали местных жителей. Рыбный аукцион в Хвиде Санды – один из крупнейших в стране. Здесь вам предложат всевозможные виды рыбы. Я приехал на аукцион в поисках икры Пинагора, уникального деликатеса с Холодного Севера. Гости уже начали прибывать. Сегодня я покажу вам, как можно очистить и засолить икру. Я сервирую её жареными картофельными оладьями. Также вы узнаете, как приготовить свиные ребрышки гриль с яблочно-горчичным соусом. А ещё гарниры с жёлтой чечевицей и кисло-сладкий салат из брюквы с черемшой. Каждый день в 7 часов утра начинается аукцион. Вы можете делать ставки, поднимая руку, или же просто подмигивать. Именно так этого достаточно, чтобы ставку приняли. Это маяк Лингвик. Он более 100 лет помогал рыбакам из Хвиде Санды вести свои суда. Маяк был возведён после трагического события. 24 моряка погибли из-за того, что их суда сели на мель. Здесь немного ветрено. Давайте зайдём внутрь. Сезон на Пинагоре начинается с холодных дней Нового года. Он продолжается до тех пор, пока солнце не одержит верх. Тогда этот край украсят спаржа, ревень и свежие травы. На самом деле мы видим пугливого и таинственного Пинагора только в этот период. В это время он ищет мелкие места ближе к берегу. Плёнку с икры придётся снять руками. Вот в чём секрет. Икру надо взболтать так, чтобы плёнка отделилась от икринок. Это займёт меньше минуты. Когда появится вот такая пена, всё готово. Снимаете салатник и ставите в раковину под струю воды. Струя должна быть достаточно сильной, чтобы с водой уплыла мембрана, но не настолько сильной, чтобы уплыла икра. Готово. Красивая, чистая икра Пинагора. Теперь процеживаем всё через сито и слегка присаливаем. Добавим немного лимонного сока. Соль вберёт часть влаги из икринок. Чтобы это произошло, дайте постоять полчаса, а потом повторите процесс. Думаю, в вашей стране, где бы вы нежели, можно найти это. Это тоже икра Пинагора, можно купить тёмную или красную, но это не её естественный цвет. Тому есть причина. Если икру Пинагора оставить в соли на несколько недель, она станет серой, не слишком аппетитный цвет. Кроме того, у неё другая текстура. Это сочная и хрустящая. В связи с этим мы стараемся по возможности есть свежую икру. Займёмся оладьями. Возьмите 250 граммов отварного картофеля. Здесь можно использовать вчерашний гарнир. Печёный картофель также подойдёт. Добавляем 4 яйца. Затем 3 столовых ложки муки. Столовая ложка сливок. И 4 столовых ложки вот этого. Это исландский скир. На самом деле его делают в дании из датских молокопродуктов по исландскому оригинальному рецепту. Скир — особый вид йогурта. В нём содержится много протеинов и почти нет жира. Немного соли. И перца. А сейчас подготовимся к жарке картофельных оладий. Конечно, их можно поджарить, как обычно, на сливочном или растительном масле. Однако их вкус улучшится, если сделать следующее. Нагрейте сливочное масло так, чтобы оно начало пригорать. Оладьи приобретут ореховый аромат и красивый золотистый цвет. Это особое масло, приправленное солью лэсё. Это морская соль с острого лэсё, которую изготавливают вручную. Лур — торговая марка с 200-летней историей. Под этой маркой выпускают всё экспортное датское масло. Это стало ответом на то, что в некоторых странах незаконно продают своё масло, называя его датским. Смотрите. Видите, пригоревшая сыворотка пристала к дну кастрюли. Сейчас надо просто налить немного коричневого масла на сковороду. Жарим по 2-3 минуты на каждой стороне. Пока жарятся оладьи, давайте нарежем лук для икры пинагора. Можно начать сервировать. Сначала кладём оладьи, затем сверху выкладываем крупи на горе и немного йогурта. Укроп и чёрный перец. Вот и всё. Ронни! Всё готово. Пробуй. Летом это место полностью оккупируют купальщики-винсёрферы и гуляющие по пляжам искатели янтаря. Но в такой зимний день, как сегодня, море предстаёт в ином свете. Оно выглядит угрожающе. На протяжении разных эпох многие сотни рыбаков вновь и вновь бросали вызов стихии. К счастью, беда случается не так часто. В основном это заслуга местных спасателей. Они на посту круглые сутки, 365 дней в году и готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду в море. Давайте посмотрим, что они могут. Спасатели Хвиде Сандо всегда буквально в двух минутах от спасательных катеров. Четверо специалистов и семь волонтёров 24 часа в день не расстаются с Пейджером. Им приходят тревожные сообщения о том, что кто-то в опасности на море или во фьорде. Эти парни действуют невероятно быстро. Среднее время до прибытия – менее семи минут. Они спасли много купающихся и виндсёрферов, захваченных подводным течением. Кроме того, они не раз приходили на выручку катерам и другим судам. В схватке рыбаков с морской стихией маякам всегда отводилась важная роль. В ясную тихую ночь с башни маяка можно увидеть соседний маяк. Они стоят вдоль всего побережья, от Блованда на юге до Скагена на северной оконечности Ютландии. КОНЕЦ На датских кухнях появилось много иностранных блюд. Свиные ребрышки – одно из них. На самом деле, в течение многих лет мы поставляли большое количество ребрышек на американский рынок. Однако здесь их никто не ел. Затем, в 80-х годах прошлого века, возник большой интерес к барбекю, и всё изменилось. Возможно, вас интересует, почему у меня тут лежит красивый букет тимьяна и лук-порей, если я собрался жарить гриль. Дело в том, что прежде чем класть мясо на гриль, мы его отварим. Так оно точно не будет жёстким. А ещё это сведёт к минимуму вероятность того, что сахар маринада для барбекю начнёт пригорать. Есть и третья причина, чтобы отварить мясо. После зимнего солнцестояния датчанам хочется свежести и энергии. Такого не сможет дать кетчуп или свиные ребрышки или обычный паштет из соседнего супермаркета. Поэтому я приготовлю замечательное крахмалистое пюре из этой жёлтой лущённой чечевицы и простой брюквы. Вот она. А также свежий салат с горчицей и уксусом из яблочного сидра. Я всегда беру верхние ребрышки, которые находятся прямо за филеем. Они более постные и мясистые. Если хотите, чтобы мясо сохранило свой аромат, всегда кладите его в горячую воду. Если вам нужен вкусный бульон, положите кусок в холодную воду. Букетик приправ. И, наконец, овощи. Теперь пусть это варится в течение 45 минут, а я в это время приготовлю маринад для барбекю. В классическом маринаде для барбекю используются томаты. Однако в Дании из-за холодного климата мы заменяем их кисло-сладкими яблоками. Как видите, я не оставил ни сердцевину, ни кожицу. Дело в том, что в них содержится пектин. Это поможет мне приготовить более густой маринад, который лучше пристанет к мясу. Добавим столовую ложку яблочного сока и столовую ложку уксуса из яблочного сидра. Варим 10 минут с закрытой крышкой. Полюбуйтесь на яблоки. Когда они станут совсем мягкими, такими как эти, их надо переложить в блендер. Точнее, в кухонный комбайн. Чтобы отделить мякоть яблок от более сухих частей, просто протрем их через сито. Теперь добавим 2 столовых ложки зерен горчицы и 2 столовых ложки отличного темного сахара. Приправим солью и перцем. Всегда проверяйте, сбалансирован ли вкус кислых яблок со сладостью и остротой горчицы. Отлично. Небольшой совет. Если хотите, чтобы мясо впитало соль и перец, приправляйте его, пока оно горячее. Мы будем жарить это мясо на открытом пламени. Давайте отойдем подальше от соломенной крыши. Все началось с моих предков, которые продавали бекон в Великобританию. И вот он я, с отличным куском мяса. Мы приготовим его в этой замечательной коптильне. Вот уже тысячелетия дым используется для приготовления и обработки продуктов. Наряду со Швецией и Шотландией Дания является крупнейшим в мире поставщиком копченостей. Самый оригинальный вариант скандинавского копчения – холодное копчение. Это значит, что на протяжении всего процесса температура не поднимается выше 26 градусов. Эта коптильня – лишь одна из многих сотен местных коптилен. Они как жемчуг усыпают все побережье Дании. Но эта коптильня особенная. Ее называют лучшей хвиде санде. Она принадлежит гордой женщине, 76-летней Мари, ее сыну Андросу. Клаус, вы спрашивали меня про белую рыбу? Мари Сеган. Сейчас я ее достану и покажу. Какая красота! Как вы ее коптите? Сначала рыбу надо посолить, а потом коптить. Она должна висеть тут почти неделю. Неделю? Да, неделю. Как она выдерживает столько дыма? Здесь никогда не бывает пламени, но постоянно идет дым. Только он не горячий. Когда вам хочется это съесть, вы делаете вот так и едите. Вот так. Можно попробовать? Да. Вкусно? Прекрасно. Да, прекрасно. Процесс приготовления, который только что описала Мари, называется холодным копчением. Этот метод лежит в основе обработки большого количества замечательных датских копченых морепродуктов. Думаю, наиболее знаменитый лосось холодного копчения я принес с собой кусок слабосоленой свиной грудинки. Вы не могли бы ее для меня закоптить? У нас есть особая плита, где это можно сделать. Идемте. Начнем со свежего салата из брюквы. Меня на него вдохновили некоторые азиатские салаты. Это салаты с сырым зеленым манго или зеленой папайи. Но этот из скандинавских овощей. Нарезаем брюкву тонкой соломкой. Еще нам понадобится эта замечательная трава, которая растет в лесах. В данный момент, в самом начале марта, она такая хрустящая, сочная, красивая. У нее нежный аромат. Речь идет о черемше. О разновидности дикого чеснока. Если вам не удастся ее достать, возьмите обычный чеснок и петрушку. Два слова о свежих продуктах. Когда у человека температура 42 градуса по Цельсию, он очень болен. При 43 градусах он уже мертв. Когда вы готовите продукты, разрушаются энзимы. Некоторые из них исключительно важны для пищеварения. Вы задумывались, почему некоторые продукты так плохо перевариваются. Это белый хлеб, мясо-гриль, картофель фри и все гурманские блюда в целом. Именно поэтому, полюбуйтесь на эту зелень, из моих яблок, наконец, получился замечательный соус. Теперь добавим одну ложку уксуса из сидра, столовая ложка сахара, немного соли. Яблоки постепенно превратились в соус. Пусть наш салат из брюквы постоит 15 минут. А теперь мясо. Прекрасные свиные ребрышки. И мои яблоки с горчицей. Здесь лучше всего воспользоваться своими руками. Оставим мясо на 5-10 минут. Поджарим бекон. Смотрите, гарнир впитал весь замечательный сок с мяса, весь бульон. Теперь из этого можно приготовить отличное, вкусное овощное пюре. Если вам не удастся найти вот такую желтую чечевицу и брюкву, можно использовать белую фасоль и сельдерей. Или нут. И корень петрушки. Неплохо. Только надо чуть-чуть приправить. Солью, перцем и уксусом. Принцип. Что-то из бобовых и какой-то корнеплод. А теперь жарим ребрышки. Помните, мы их заранее отварили, так что будет достаточно 2-3 минут на каждую сторону. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Викинги считали настоящее барбекю – зимнее занятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова